И был даже однажды такой интересный случай. Как-то мы идем, на входной двери сидит вахтер. Ну вот, и мужик только я вошел, и мужик говорит, вот я слышал, что вы там профессор. Профессор, а вот что у меня? Року протягивает, а у него контрактура гиппиатрена. Представляете, что это такое, да? Когда здесь сухожилия торчат. То есть что происходит? То есть эти сухожилия спаиваются с сухожильным влагалищем, и все. И в результате здесь появляется такое натяжение, она корежит пальцы, пальцы не разгибаются, и человек остается в такой вот позиции. Я ему говорю, а хочешь я решу твою проблему быстро? Хочу, тогда помогай мне. А у него кресло такое. Я беру, разгибаю ему вот таким вот насильно руку, натягиваю, говорю, держи руку своей рукой. Положил на спинку этого кресла и начал колотить руками. Я говорю, терпи. Я простучал ее, а я говорю, а теперь покажи руку. Он разгибает, а пальцы больше разогнулись. Я говорю, так вот, пока я здесь, каждый день стучит. В конце посмотрим. Все заинтересовались тут же хирурги. Как же так? Да. Ну вот, и в конце семинара, я уже и забыл про это, потому что у меня там заморочек было очень много. И вот уже выходим из профилактории, он меня догоняет, говорит, профессор, посмотрите. Чисто. Я говорю, вы покажите всем остальным. То есть, вся идея заключается, когда идет спаечный процесс, слепание идет, да? Чтобы слепание убрать, нужно усилить микроциркуляцию. Ведь чаще всего, конечно, причина остается, чаще всего это хламидийные варианты. Но наша задача хотя бы на этом этапе усилить микроциркуляцию кровоснабжения. То есть, и это сухожилие, оно в трубочке стало двигаться. И все подтянулось. И вот такой был случай, интересный, уникальный.